Всем салют, с вами канал WhiteArt и сегодня мы с вами поговорим сколько бы стоил мой ПК на базе RTX 3070 и Ryzen 5700X, если бы мы его собирались покупать в 2023 году примерно в середине августа. Ну что же, условие такое, мы покупаем всё в одном магазине, единственное что печалит, то что половина товаров нету в наличии. Но сделаем условие, допустим всё есть в наличии и всё можно купить. Ну что же, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. И да, ближе к концу видео мы посмотрим какой бы мы могли купить готовый ПК в этом же магазине примерно за такую же стоимость, как мы собрали бы самостоятельно. Итак, условие сборки компа простое. Алиэкспрессу я не доверяю, ввиду того, что непонятно в каком виде доедет та или иная комплектующая, поэтому будем покупать именно в нашей стране. Дальше, Озону, Валберсу тоже не доверяю, потому что там могут быть мошенники, там могут прислать не то, что нужно. В этом можно убедиться на базе моего обзора клавиатуры Pantheon T-Pro BS, хотя я заказывал другую. Соответственно, мы берём проверенный магазин Online Trade. Я в нём заказывал почти весь свой предыдущий ПК, который был на базе 2060 и 3600X. Соответственно, магазин уже проверен, присылает новый товар и, в принципе, всё работает как часы и по сей день. Итак, начинать мы будем с видеокарты. В видеокарту у меня установлена MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio на 8 ГБ. Текущая цена, если бы она была в продаже, то есть сейчас половина товара, которую я покажу, снята с продажи, но, допустим, гипотетически, это всё есть в продаже и мы можем вот взять и заказать. Стоит она 54600 на текущий момент, если бы она была в магазине. Ну, вот последняя цена, которую вы видите у себя сейчас на экране. Дальше. Материнская плата. Материнская плата у нас покупалась под ещё первый процессор Ryzen 3600. Потом пришлось покупать 3600X. И вот такая цена была бы, если бы данная материнка была бы в продаже. Дальше. SSD диск. SSD диск SATA 3, который 1 ТБ. Вот такая цена бы была. 9,50. Также у нас есть сводная таблица, которая ближе к концу уже покажу. Сейчас я показываю, что у меня вообще установлено. SSD диск на M.2. Он у нас сейчас есть. И он сейчас у нас, кстати, со скидкой. Его вполне можно купить. На 128 гигабайт. И хочу сказать сразу. 128 гигабайт. Это, конечно, мало. Изначально я его брал из-за цены. И для того, чтобы поставить туда только систему. Но сейчас, вот на текущий момент, он у меня забит прям под красное отделение. И я не знаю, что пока с этим делать. Кроме как переустановить винду. То есть, как-то очистить его у меня не получается. Хотя, вроде там особо ничего такого не установлено. Дальше. Система водяного охлаждения. То же самое. Сейчас она у нас со скидочкой. То есть, ее вполне можно купить. Это самая, наверное, базовая система водяного охлаждения. На два вентилятора. Я его менять под новый прост не стал. В принципе, она справляется довольно неплохо. Все хорошо. Правда, у меня не родные вентиляторы. А другие, которые я покажу чуть дальше. Дальше. Корпус. Вот столько бы он стоил, если бы он продавался. Кстати, неплохой корпус. Хорошо продувается. Но и есть один минус. Все, что вот здесь вот впереди пыль, она забивается. Вот. И вот видно у меня сейчас вот как стоит пыль. Вот спереди, если смотреть на это комп. То есть, вот здесь вот может быть очень много пыли. Но зато он продувается достаточно неплохо. Вот такие вентиляторы у меня стоят на системе водяного охлаждения. То есть, на морде три штуки. Вот столько они стоят. Их вполне можно купить. 120 миллиметров. Также у меня еще есть обычный жесткий диск на 1 терабайт. Тоже можно сейчас спокойно купить. Вот столечко он у нас стоит. Оперативка тоже в наличии. Как мы видим. И вот столько ее сейчас цена. Без всяких скидок. И можно за нее, кстати, получить 88 рублей онлайн бонус. Ну, это просто. Сейчас вот она есть. Как бы можно ее купить. На 3600 МГц она частотой. 8 ГБ каждая плата. Дальше идет блок питания. К сожалению, тоже снят с продажи. На 750 Вт. 9,490 он у нас с вами стоит. Монитор. Вот я такой покупал монитор. Я покупал его не в онлайн трейде. Я покупал его в сети Линки. Монитор и процессор. Это, наверное, единственные вещи, которые я брал не в онлайн трейде, а в другом магазине. Вот текущая бы цена составляла его столько. Не помню, за сколько я его брал. Может быть, столько же, а может быть, чуть дороже. И вот такие вентиляторы. Сейчас они стоят вот столько. Я их не покупал. Я участвовал после того, как купил корпус в розыгрыше. И тогда я получил толстовку и вот три вот этих вентилятора, которые у меня стоят внутри самого корпуса. Итак, все комплектующие мы с вами посмотрели, которые у меня установлены на текущий момент в моем ПК. И давайте теперь, сколько бы все это стоило, соберись мы сейчас купить данный компьютер. Итак, с монитором вот такая цена 173,308. Без монитора 135,318. А теперь мы переходим в тот же онлайн трейд. Заходим в компьютеры, ноутбуки и готовый системный блок. Вот, допустим, вы не шарите. Ну, знаете, что там есть там 40,60, 40,70. Вот, 135 тысяч рублей. И подобрать по цене от 120 тысяч рублей до 140, допустим. И что он нам выдаст и что будет у нас установлено. Поехали. Первый компьютер на i5. А, давай еще знаешь, что сделаем. А мы с вами выберем AMD. На базе AMD. У нас же AMD, поэтому на базе AMD. Поехали. Оман, 159 тысяч рублей. Готовый ПК за наш бюджет мы с вами уже переходим. Значит, у нас 5800X и Родионовская карта. Ну, опускаем это, нам неинтересно. 180, а почему? Я же забрал. Ладно, пусть будет вот так. На базе AMD. 186 тысяч стоит на 3080. 7700X. Ну, это уже круче. Ну, вот такая цена была бы, если бы вы сейчас бы собрались купить готовый ПК. Ирбис. Но был. Выглядит он отвратительно. Внешне. Не знаю, как по продуваемости и того. RTX 3060 и... Ryzen 5 800X. Не знаю, насколько все хорошо здесь. Ну, не знаю. Я бы такой ком себе не стал бы брать. Потому что 3070, он стоит гораздо дешевле. И карточка там на порядок лучше, чем... Только процессор здесь 5800X. Но, в принципе, по 3060 Ti, я думаю, пойдет и 3600X. То есть, на порядок можно уменьшить цену и стоимость данного компа. Lenovo за 215, 3070 и Ryzen 5 800. Ну, не знаю. Тут уже наценка, наверное, за сборку идет. Ну, и 261, HP Oman, RTX 3080, Ryzen 7 5 800X. Теперь давайте, дорогие друзья, посмотрим не привязка к AMD, а просто привязка к видеокарте. И возьмем, допустим... Так, это процессор не то. И возьмем, допустим, новое поколение видеокарт на видеокарты 40-й серии. Ищем. Допустим, нас интересует 4060 Ti. Сколько стоит? И 4070. Всего три предложения у нас доступны. Давай посмотрим, сколько он стоит. 131000 рублей, Intel Core i5, 13400F и RTX 4060. Неплохо. Вот, пожалуйста, готовый ПК от Rocket Strike. Можно приобрести. И там вот заявлено 4060 Ti. Это на порядок, наверное, будет круче, чем 3070. А может быть, одно и то же. Дальше. На 4070, пожалуйста, 149 тысяч. То есть, еще чуть-чуть подкопить. И вот, можно будет взять данный ПК уже готовый с RTX 4070. Я, кстати, такой бы себе и приобрел. Ну, не знаю, насколько такой же, вот именно от этой фирмы. Но именно вот с такой конфигой я бы себе, конечно, взял. SSD на 1 терабайт. Все так прикольно. И 155. Что тут? 32 гигабайт оператива здесь 16. Ну, в принципе, то же самое. Только здесь 16 гигабайт оператива. Здесь 32. Также уже вам решать, сколько вы хотите оператива. Чем больше, я думаю, тем лучше. И давайте посмотрим, что, допустим, вот этот монстр представляет из себя внутри. Попробуем понять, какие же там стоят комплектующие. То есть, какой фирмы. Есть, конечно, что тут все это написано. Итак. Intel Core. Частота процессора 2500 МГц. NVIDIA RTX 4070. Единственное, что... Описание. HDMI DisplayPort. NVIDIA GeForce 4070. Короче, дорогие друзья, непонятно, какие фирмы тут стоят. Но, скорее всего, наверное, что-то бюджетное. Потому что 149. Можно будет, кстати, в следующем видео посмотреть вот на такой же сборке, сколько бы стоил компьютер. В общем, если это видео будет интересно, я это, конечно, сделаю. Ну, что, дорогие друзья, вот как-то так у нас вот происходит на текущий момент в магазине Online Trade. Если вдруг это видео зайдет и наберет достаточное количество просмотров и будет вам интересно... Сука, телефон прислал кут-смс-ку. В общем, если будет интересно вам это видео, то я зайду в другой уже магазин, соберу такую же конфигурацию ПК на базе другого магазина. Допустим, ДНС, потом Ситилинка. И мы посмотрим в этом же магазине, допустим, готовый ПК, сколько бы стоил на той или иной конфигурации железа. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и не болейте. До скорых встреч в новых видео и стримах, дорогие друзья. Всем пока!